Я вас категорически приветствую. Я вас приветствую не менее категорически привет. Привет, Дима. Еще и галстук. Ну, у нас сегодня такая музыка у нас, что нужно прилично выглядеть. Что за музыка? Музыка под названием «блюз». Мы в прошлый раз начали что-то говорить про группу Led Zeppelin, которая являлась носителем этой штуки среди белых, худосочных парней. А теперь мы погрузимся уже туда. Кстати говоря, когда мы говорили про Led Zeppelin, я сказал, что очень люблю пластинку Outrider, которую я не принес в прошлый раз. Вот этот замечательный сольничек Пейджа. Относительно молодой Пейдж. Ну, условно молодой, да. Очень хорошая пластинка. Очень всем рекомендую, в особенности из-за того, помимо того, что Пейдж играет, как всегда, божественно. И кое-что здесь даже сочиняет. Здесь поет мой любимый белый вокалист, не Ковердейл, я прошу обратить внимание, и даже не Ян Гиллан, а Крис Фарлелл. Кто таков? Крис Фарлелл. Такой английский певец, о котором мы будем говорить в следующий раз или через раз, или через два где-то. Но обязательно будем, потому что один из самых невероятных певцов, один из самых безумных голосов вообще, в принципе. То есть, он начал как соул, такой певец. Ну, английский, но белый абсолютно соул. А потом ушел в блюз, в прогрессив, в черт знает во что еще. То есть, невероятный совершенно. Такая сирена. Хотя певцов много хороших. Тут не опозорил старика. Тут не опозорил старика. Да, пожалуйста. Тут замечательная песня. Замечательная песня, уже ставшая традиционной. Хотя она не народная никакая. Хамминберд. Он поэт. Калибри. Калибри, да. Помнишь такую песню? Много. Включая Биби Кинга. Кто ее только не играл. Призн блюз. Блюз андем. Вот три вещи. Поэт Фарлоу. Играет здесь и Джейсон Боном. Играет здесь и Барри Моу Барлоу. Барабанщик из Джет Ротал. Тут очень хорошая. Все пришли на помощь. Очень хорошая история. Так что это... Отметим. Суперская штука. Ну, а про блюз продолжим наши... А вот я тебе вопрос такой задам. Вот они англичане. И на тот момент, наверное, дальше всех, так сказать, продвинулись. Наш... Если смотреть с нашей стороны. А в Америке белые этот самый блюз играли? Не играли? И достигли ли таких блюзов? Ну, в Америке так белые шпарили блюз и продолжают шпарить, что мама не горюй. Хотя они играют, конечно, в основном блюз-рок. Это немножко отличается все-таки от традиционного блюза. Но нам привычнее этот самый блюз-рок. Потому, что я не буду строить из себя... Я в прошлый раз уже говорил, не буду строить из себя такого метро, как бы ортодокса. Что вот я люблю блюз Миссисипи, акустический. Бум-бум-бум-бум. Да, люблю. Но, конечно, мое воспитание купчинское и ленинградское, оно... Мы слушали не такое. Вот такой блюз белый. Хотя, конечно, по большому счету это издевательство какое-то над корнями. Потому, что корни серьезные. Это же начало века. Америка, Миссисипи. Это расизм. Это тяжелейшая вообще история. Я как-то прикупил такой комплект DVD. И уже поскольку впадаю в маразм, то не помню. Все интересующиеся могут посмотреть в интернетах. Там не то под руководством Мартина Скорсези, не то, скорее всего, под руководством Клинда Иствуда. Там такая коробочка плотная. Ну, там сплошь черные парни. Да-да-да. Это... Какое-то странное. Я вот, ты знаешь, чтобы начать яростно переслушивать, меня так и не вштырило. Ну, ты знаешь, вштырит. Если начать переслушивать, то, конечно, вштырит. Сейчас где-то я тут потерял пластиночку одну. Интересно. Ага, вот нашел. Когда все началось, никто толком сказать не может, почему такая музыка возникла вообще. Это совершенно непонятно. Но ее играли все в начале века. И, собственно говоря, первая... Вот я даже записал, чтобы не забыть. Первая статья в прессе о блюзе вышла в 1901 году. Ого. Какой-то журналист приехал, собственно говоря, в район. В гигантский район. Ну, Дельта Миссисипи. Это ого-го сколько. Это сотни километров. И там все играют блюз. Все играют блюз. Все по-разному. Никто в Америке этой музыки не слышал в белой. Человек приехал, послушал, обалдел совершенно. Он написал статью. Есть вот такая музыка. Замечательно. 1901 год. А в 1903 году... Вот я в прошлом выпуске сказал, что в конце позапрошлого века появился блюз. Это правда. Это был еще 19-й век. В конце 19-го века. А официально, легально, это 1903 год. Тот самый Ви Си Хэнди. Ви Си Хэнди или Ви Си Ганди. По-разному его называют. Черный музыкант из Миссисипи. Из района Миссисипи. Музыкант, собственно говоря. Его пригласили в местный оркестр. Черный. Дирижером. И он взял и аранжировал один из блюзов, которые играли все вокруг бринча на гитарах. И эта штука пошла уже не скажу, что в народ, в мир куда-то. Но белая аудитория эту штуку услышала. И вот этот самый Вильям Кристофер Ганди считается отцом-основателем блюза с тех пор. Хотя он просто один из популяризаторов. А такой вопрос. Если это среди черных, то сразу навевает мысль, что это они из Африки привезли какую-то музыку. А по следам никто в Африку не ломанулся. Где там такие народные напевы, из которых вот получилась такая... Ну, откуда они там? Из Анголы были там, по всей видимости. Ну, дело в том, что люди, которые жили в Миссисипи и играли блюз, они были сами-то не из Африки. Они были потомки тех, кто были из Африки. Причем такие дальние, дальние, дальние. А как вот эта двенадцатитактовая вся структура появилась, я, убей бог, не знаю. Она пришла как-то вот... Откуда ни возьмись. Хотя о блюзе масса. Я говорил уже. Масса сайтов, масса книг, миллион историй, энциклопедия блюза. Как вот эта музыкальная структура образовалась, я... Ну, может быть, я не настолько образован. А спросить, откуда появился русский блатняк. Хотя это вообще даже... Это настолько разные вещи. Русский блатняк и американский блюз. Но, тем не менее, откуда... А почему вот эти три аккорда? Откуда они? Вот это первый. А вот второй. Да, да. Откуда? Почему? Это... Здесь немножко проще. Потому, что мы ближе к этому. Здесь, конечно, еврейская музыка. Вот эти семь сорок здесь присутствуют в блатнике, безусловно. И какие-то цыганские дела. И вот смесь этой цыганщины с еврейством... Не хватает только медведя насыпи. Пляшут. И появилась вот эта блатная история. Простая в исполнении. Незатейливая. И не требующая никакого образования. У меня, кстати, в блатных песнях я большой любитель. Так сказать, по методам взросления и службы. Большой любитель. Меня вот страшно раздражают все вот эти вот скрипки. Что-то вы там не наше такое. Я цыганщину вообще не люблю. Как в фильме Меньшова. Ширли Мерли. Ненавижу цыганщину. Требую вернуть все наши исконно цыганские земли. От Калининграда до Владивостока. Хочется мне показать несколько пластиночек, наверное, главного блюзмена всех времен и народов. Мадди Уотерса. Потому, что блюзманов много. Хороших, гениальных. И меня сразу опровергнут слушатели. А как же Тибун Уокер. Отец блюзовой гитары. Которого мы слышим и в музыке Стивера и Воина. И кого угодно. Тибун Уокер. И много-много гитаристов. Лид Белли. И кто угодно. Все супер асы. Но Мадди Уотерс, он как-то пошел в наш белый мир. И потряс наш белый мир. И вот пластиночка его ранних записей. The R&B hits. Хотя это не R&B. Это имеется в виду Rhythm and Blues. К понятию R&B мы придем немножко позже. С другой пачкой пластины. Ну, вот вещи, которые записаны в 48-м году. В 50-м, 51-м, 55-м, 58-м даже. Совершенно разные. Но дело в том, что ранние записи Уотерса. Которые совершенно хороши. И которые дали тот блюз, который мы все слушаем. Они не выходили на больших альбомах. Выходили только синглами. И поэтому ранние песни. Нужно искать вот эти самые сборники. Но я ненавижу. У меня в коллекции, кстати, больше 2,5 тысяч пластинок. И всего два сборника есть. Это вот эта пластинка. И двойник еще. Синглы Манди Уотерс. Ну, потому что по-другому не выходили. По-другому не выходили. Да, они, к сожалению. И здесь вся первоначальная банда. Леонард Чесс. Даже здесь играет владелец компании Чесс Рекордс. Ну, потому что, видимо, не было других музыкантов. Играет на басовом барабане. Леонард Чесс. Видимо, под рукой никого не оказалось. Ну, и Литл Уолтер здесь играет на гармошке. Который недолго просуществовал в компании Мадди Уотерса. В силу своего безумного характера, хулиганства, алкоголизма. Все, как ты говорил. Пиджак, жилетка, рубашка. Приличные люди. Дело в том, что когда эта компания играла в Чикаго в клубах, там же все строго. Там не просто пришел в клуб и поиграл. Там ты работаешь. Ты устраиваешься на работу. И над тобой нависает профсоюз музыкантов. А профсоюз музыкантов... Там были очень строгие правила. То есть, музыкант должен прилично выглядеть. Претендуешь? Соответственно. Будь любезен. Найди денежки. Купи себе костюм. Купи себе рубашечку и галстук. И ботиночки, чтобы блестели. Обязательно. И даже... Да все... И Чак Берри, когда приходил в клубы играть, обязательно костюм. Ботиночки блестят. Все вот так. Это не наши хипаны, которые обо всем там в футболке пришел. Я специально оделся. Да. В свое время очень сильно удивило. Я как-то заехав в город Сан-Франциско. И немедленно заплыв в тюрьму Алькатрас. Которая средоточие всех ужасов. Оказалось все совсем не так. Но купил, как обычно, кубометр книжек. Прибыл домой. Начал читать. И как-то раз группа граждан, подняв бунт, перебив охрану, пытались убежать. Но хитрый охранник спустил ключ от двери в унитаз. Пока его загнали в камеру, он в унитаз все это спустил. Они вырваться не смогли. Часть убили. Они при подавлении бунта вызвали морскую пехоту, которая разобрала крышу и начала им бросать внутрь противотанковые гранаты. Я, конечно, всякое видел. До такого у нас никто не додумался. Переходя к сути. Когда выживших начали возить на суд, то там фотки. Вот их привезли на суд. Они все в костюмах. Все при галстуке. И все в шляпах. Потому, что по-другому в приличном месте появляться нельзя. Потому, что шляпа в обязательном порядке. Ну, и ты должен выглядеть как человек. Особенно, если ты музыкант. Играешь в американском клубе. Особенно, если ты черный. Будет любеть. Ну, да. Джо Кокер мог пьяный выходить. Растрепанный. В Англии. В английских клубах. И Роберт Плант. Абы как. Одетый. Пожалуйста. Разодетый. С голой груди. В блюзе это не прокатит. Блюз. Такая музыка. Обязательно костюмчик. Галстук. Хотя... Что удивительно. Начиналось-то все на хлопковых полях. Миссисипи. В комбинезонах джинсовых. Джинсовых, потому что дешевая. Дешевая. Рабочая одежда. Люди приходили. Как я уже говорил. И все знают. С хлопковых плантаций. В том числе Мадди Уотерс. Маккинли Морганфилд. Если точнее выражаться. И играли дома на гитарах. Потому, что других развлечений-то не было. Только виски. И блюз. И песни. Ну, попеть, конечно. Всем собравшимся приятно слушать. А начинал Мадди Уотерс не с гитары. Начинал он вообще как певец. Ничего не умел. Умел только петь. Пел очень хорошо. Как говорят. Мы не слышали. Мы слышали только уже, так сказать, состоявшегося артиста. А когда все это дело начиналось, он пел. 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 Играл на Варгане. Потому, что тоже другого ничего не было вообще. Варган. И этот самый голос Мадди Уотерса. И пел. Импровизировал какие-то слова. Безумные. Смысл которых... Когда его спрашивали уже в зрелые годы. А что значит вот эти строчки, которые ты пел тогда? Это о чем? Не знаю. Хотя он их повторял неоднократно. Потом вставлял их в песни. Я не знаю. Что-то мне в голову пришло. Что-то напевал такое. И работал. При этом достаточно бедная была семья. Причем семья интересная. Он родился в 15-м году. 1900. Там же в Миссисипи. Папу звали Олле. Маму звали Берта. И они были официально не женаты. Хотя считались мужем и женой. Гражданский брак. Гражданский брак. Но считалось, что все равно муж и жена. И папа Олле потом взял и женился при живой еще Берте на другой женщине. А Берта через некоторое время померла. Я думаю, что не от расстройства. А просто от тяжелой жизни. От болезней. И Мадди Вотрас повторил подвиг своего папы потом. Потому, что он тоже. Он сначала женился на одной женщине. И непонятно, то ли официально, то ли неофициально. Сейчас уже трудно это сказать. Но, во всяком случае, состоялась у него свадьба в его городке на Хлопковых полях. Как в известной шутке. Если в семье только одна жена, она вырастает эгоисткой. Мэйбл звали ее. 1932 год была первая свадьба. А потом как-то он про эту Мэйбл забыл. Она не умерла. В отличие от матушки Вотраса. Она не умерла. Была жива, здорова. Но, в 1940-м, Вотрас женился второй раз. Забыв про эту самую первую свадьбу. Про Мэйбл. Женился на Салли Энн. И благополучно с этой Салли Энн продолжал жить. А Мэйбл где-то... Я не знаю. Судьба Мэйбл... Потерялась. Непонятно. Первой жены Мадди Вотраса. Но, когда папочка женился второй раз, про сыночка Макинли семья как-то забыла. И сыночек остался неудел. И забрала его мама первой жены. Мамы Берты. Я так в мексиканский сериал пошел. Непростая жизнь Блюзмана. Забрала его эта самая Делла. Бабушка. И увезла в городок Кларксдейл. Walking to Clarksdale. Да. Который был городом таким... Это альбом Пейджа и Планта. Да. Это блюзовая история. Да, конечно. Это тоже Миссисипи. Это тоже вот эти вот хлопковые всякие плантации гигантские. Но город Кларксдейл, хотя достаточно молодой был город. Он был в конце 18 века, по-моему, основан. Основал его какой-то молодой парень. То ли 19 лет ему было, то ли 20. Приехал что-то такое осваивать Миссисипи. То ли он был картограф. Что-то изучал. Ему понравилось место. И он, заработав каких-то небольших денег, решил основать там город. Ну, и город там... Эти самые хижины. Перехижины. Потом стали съезжаться люди работать. Зарабатывать. Вырубать леса. Дикие, совершенно прекрасные. Там вообще... Блюз оттуда, наверное, и вырос из этих лесов Миссисипи. Потому что природа там была. Я, к сожалению, не был. Я хотел съездить, поездить по Миссисипи. Друзья меня отговорили. Сказали, что сейчас там делать уже нечего вообще. Что там просто... Грустно? Грустно, уныло и тяжело. Я в глубинке был в Америке в разных местах. Немного где, но по глубинке поездил. Там, в общем, атмосфера достаточно мрачная. В общем, делать там действительно нечего. Вот. А изначально это самое... Дельта Миссисипи. Это был такой... Ну, опять-таки, из того, что мы можем прочитать, узнать... Это был такой парк юркского периода. То есть, дикие леса, болота... Зверьёв. Зверьёв. Огромные... Как говорят, огромные рыбы, огромные звери, гигантские деревья, озёра, массы рек. И там просто вот такая вот другая планета. И вот из этой болотистой, красивой, зелёной, яркой... Комары с малярией и жёлтой лихорадкой. Вот с таким хоботком. Такие вот комары. Вот оттуда, может быть, эта болотистая музыка и появилась. Произросла. Да, да. Потому, что, ну, а что же там... Не опера же там... Да. Распевать. Севильского цирюльника. Посреди этого мрака. Не прокатит. Тайный брак. Какой-нибудь Чемороза там не родится. Аллигаторы не одобрят. Нет. Там сожрут сразу. Безусловно. Вот. Но всю эту красоту вырубили и засеяли хлопком. Потому, что востребованный был продукт. И нагнали туда вот этих самых бедных, чёрных. Освобождённых после войны Севера и Юга. Хотя освобождение было такое чисто по-американски сделано. То есть, рабство официально ликвидировали. Рабства больше нет. Но расизм в 1915 году был официально узаконен. Меня это всё время приводит... Ряд аспектов не раскрывают. Вот, например, ты какой-нибудь этот рабовладелец. И вот у тебя ферма, поля хлопковые. И, допустим, у тебя человек сто хотя бы чёрных рабов. Вот для меня загадка. Имея некоторый опыт службы, я не понимаю, как этих людей можно держать в повиновении. То есть, что они там с ними вытворяли... Ну, это ты говоришь о том, что происходило до войны. Да, да. Я тебя сейчас разовью. Что они с ними вытворяли, что держали в подчинении. При этом замечу, что в Соединённых Штатах примерно... Я последние цифры давно смотрел. 13% чернокожих от общего числа населения в Соединённых Штатах. А в Миссисипи... Все уехали в Европу. Приготовься. А в Миссисипи в этом самом. 95%. А белых 5%. Вот вопрос. А как 5% держат в страхе и ужасе вот такое количество чернокожих? Ну, ты знаешь, параллели можно много проводить. На самом деле. Отношений основного населения. Отношений миллионов граждан и правящей верхушки. Мы можем далеко зайти. Так точно. Мы не будем углубляться. Я тебе разомью просто немножко дальше. Что, когда их освободили от рабства, пришедшие с севера, они пришли именно для того, чтобы угробить эту хлопковыращивательную и обрабатывающую промышленность. Потому, что они выращивали хлопок в космических масштабах. Черные, кстати, прекрасно работали на сборе хлопка. Организованы строго черные бригады. Производительность у них была гораздо выше, чем у белых. Не поверишь. Считать их за нелюдей, мягко говоря, странно. Но когда оковы, так сказать, пали, они массово устремились на север. Например, город Чикаго. Город Чикаго, который был окружен кольцом ирландских поселений. Которые позже приехали. Ирландцы. Зачем писал Теодор Драйзер. За ними жило кольцо поляков. Приготовься. Поляк. Это аналог нашего Чукчи. Самые злобные российские шутки. Они про поляков. Вот братья Леонард и Фил Чес как раз. Дай завершу. А следом приехали черные. Которые еще дальше. За поляками поселились. То есть, там ни про какую дружбу. Южный Чикаго. Мир. Там вообще туши свет. Что у них там творилось. Дай завершу. Сейчас одна секунда. Да. А хлопок-то выращивать надо. Хоть и порушили. Один черт у людей. Это бизнес. И надо что-то делать. И тогда они ловко придумали. Организовав так называемые Prison Farms. То есть, это фермы... Колхозы тюремного типа. Так скажем. Куда начали хватать. Сажать всех черных. Малейший косой взгляд на белого человека. Конец 19 века. Вот. И понастроили дикое количество этих Prison Farms. Причем у них там страшно интересно было. Что все полосатые. А охрану туда не заманить. Охранников белых было мало. А поэтому они охранников назначали из черных. У них были полоски вдоль. То есть, часть была с собаками. Часть просто так ходила. А часть ездила на мулах с винтовками. И за убийство побегушника немедленно тебя на волю отпускали. Чем порождали такое внутри спецконтингента, что туши свет. Вот, кстати, о птичках. Ты же смотрел замечательный фильм. Пролетая над гнездом кукушки. Кто его не смотрел? Вот мистер Макмерфи. Он как раз туда прибыл из Prison Farms. Где он в сельском хозяйстве трудился. Так сказать. Ферма тюремного типа. Где работал. Вот. И они. Это дело. Гражданин Лед Белли. Он как раз там сидел. Лед Белли. Да. Вообще. Из Бризманных много кто сидел. Но ты говоришь о Prison Farms все-таки это тюрьмы типа. Вариант тюрьмы. Лагеря. Это заключенные. Да. Это не свободные граждане. Черные. Соединенные Штаты Америки. А мы говорим о Мадди Уотерсе. Который ни в какой не в Prison Farms. А в свободном мире существовал. Вот. Но. Я вернусь к тому, что... Я тебе про страшную судьбу черных людей в Америке. Я только про это. Она и так страшная. Она и без Prison Farms достаточно страшная. Даже и без этого. Я повторюсь, что рабство официально отменено. А расизм официально утвержден. Такой американский вариант свободы демократии. То есть, мы принесли вам демократию. Но теперь вы все будете у нас вот здесь вот ходить. Вот. И что это такое? То есть, лишение избирательных прав. Невозможность учиться. Сегрегация. Практически, да. Сегрегация. Невозможность учиться. Черные школы отдельные были. Но черные школы такие были. Там практически никакие. Моди Уотерс, молодой Морган Филд, походил некоторое время в эту черную школу. Потом перестал в нее ходить. Потому, что понял, что нечего там делать. И в результате остался неграмотным. Ничему тебя не научат. Не умея ни читать, ни писать. Да. Я думаю, что к концу своей жизни он читать все-таки научился. Потому, что надо было подписывать договоры. Что-то так-то делать. Но, в принципе, он в основной части своей жизни был неграмотный. Из-за чего его в Чикаго уже... Я перескочу немножко. Это сыграло ему на руку немножко. Его неграмотность. Потому, что его в Чикаго не взяли в армию, когда он приехал туда. Удобно. Во-первых, из-за плохого зрения. Во-вторых, из-за того, что он не умел ни читать, ни писать. Призыв не состоялся. На великую отечественную нашу Вторую мировую войну. Это был 43-й год. Когда он прибыл в Чикаго. Вот. А у себя там, в Миссисипи, в Кларксдейле... Кларксдейл, к тому времени, его называли Новым Нью-Йорком. Был гигантский город. Красивый. С изумительной архитектурой. Как говорят, я там не был. Врать не буду. Но, тем не менее, вырос в лесах, в полях Миссисипи, такой Кларксдейл. Чтобы позволения, на карту посмотрю. Где это? Такой бизнес-центр Миссисипи. Но Мадди-то жил, собственно, вместе с Деллой, с бабушкой не в Кларксдейле, а неподалеку. Там, где, собственно, плантации поля. Работал, работал, работал. Пел, пел, пел. И организовалась первая группа под руководством Генри... Точнее, Сана Симса. Которому было 39 лет. А Мадди не было еще 20-ти. Он был совсем мальчик. У Мадди появилась уже губная гармошка. Он стал играть на гармошке. Ты умеешь играть на гармошке? У меня к тебе коварный вопрос. Нет. Это не так просто. Я в порыве страсти как-то на улице... Какая у нас там? На Загородном проспекте. Там магазин. Ямаха. Я как-то забежал от жадности купить гармошку. Самую наилучшую. Оказалось, гармошки какие-то копейки стоят вообще. Гармошки хорошие. Хохнер, наверное. Немецкие такие. Ну, я что-то подудел неделю и забросил. Надо кого-нибудь нанять, чтобы меня научили. Надо учиться. Это такая история. История непростая. Ну, как и любой музыкальный инструмент. Недаром есть мастера такие, что мировая известность. И прочее. И вот вместе с этим Генри Симпсом, которому было уже под сорок практически, мальчик Мадди пел. А Симпс играл на гитаре, на скрипке. И еще там кто-то, я не помню, кто-то с ними играл. Была такая группа, которая работала по кабакам, по гостям, по вечеринкам, по свадьбам. И зарабатывала какие-никакие общие деньги. Играли чужое, свое. Играли и чужое, и свое. Потому, что чужого было больше. Чужое звучало отовсюду. И они слушали, торчали на этом деле страшно. На тех блюзах, которые стали классическими потом. Тогда это была просто музыка такая. Вот. И однажды, не помню в каком году это случилось, приехал такой молодой паренек. Которого звали Алан Ломакс, по-моему. Он занимался исследованием народной музыки. Исследованием блюза. От которого тоже сошел с ума. Услышав случайно где-то там. И привез он с собой. Он делал записи для библиотеки Конгресса США. То есть, народная музыка. Соединенных Штатов Америки в библиотеке. А библиотеки США это же такие. Ты знаешь, что это библиотека. Там тебе и книги, и музыка, и все что угодно. Приходишь в библиотеку. И находишь любую музыку любого года. Какая тебе нужна. Музеи в США я лучше вообще ничего в жизни не видел. Настолько круто это дело поставлено. Монстры. Просто монстры. А в Нью-Йорке египетская комната. Помнишь? Нет, не ходил. В художественном музее. Там все такое. Вывезено из Египта целиком. Просто построено. Перестроено. Этот самый Алан Ломакс услышал Мадди Уотерса. И сказал ему, давай-ка запишем пару песен. Мы возвращаемся к группе Led Zeppelin, которые записывали альбом на мобильной студии. Первые записи Мадди Уотерса. Две песни он записал на этой самой мобильной студии Алан Ломакса. 150 килограмм весил оборудование, которое привез на машине с собой Ломакс. Протянул провода в домик Деллы. Магнитофон где-то. Не магнитофон. Какой магнитофон? Прибор для нарезки пластинок. А оборудование у него было самое современное. И пластинки нарезались уже на каком-то пластике. Уже не на восковых валиках. Уже не на восковых валиках. Да. Такие полегче были пластинки. И что-то чуть ли не 15 минут звучания на стороне было. Такой модный аппарат. Но Мадди записал, по-моему, две песни он записал. И первые записи Мадди Уотерса случились прямо у него дома. В домашней студии. Скажем так. Но шло время. Шли годы. Я не буду вдаваться. А точнее, я не помню все, что происходило у него в Кларкс Дейли. А, собственно говоря, этот самый Симс лидер его группы съездил в Мемсис. Ему удалось записать несколько песен своих. И он приехал обратно с пластинкой. Мадди Уотерс увидел пластинку и говорит, нифига себе, я тоже хочу. Пришел к самому работодателю и сказал, что я увольняюсь к черту и уезжаю от вас. Работодатель его не отпускал. Потому, что как этот черный тут мой работник куда-то... А он хорошо собирал хлопок. Ценный кадр. Куда ты? Ценный кадр, да. Человеком можешь стать. Да. Но Мадди Уотерс плюнул и уехал. Из-за чего, собственно говоря, и получил... В 43-м году он приехал в Чикаго. И через несколько дней его вызвали в военкомат американский. Потому, что работодатель... Однозначно говорит о том, что он приехал и где-то зарегистрировался. Да. Возможно, там был институт прописки кровавой. Он устроился на работу куда-то в упаковочную какую-то фабрику. Оттуда сообщили. Работодатель сообщил. Настучал. Отомстил. Обязан. Да. Что этот гад теперь у нас... В армию хочет. Да. А в 43-й год война. Америка вступила в войну уже. И его тут же в военкомат. Значит... Дорогой друг, не пора ли вам отдать долги той стране... Отечеству. Которая дала вам такую роскошную жизнь. Вот. Но в силу того, что он был неграмотный и плохо видел, вы в армию не взяли. И все обошлось. Слава богу. Остался жив. Остался жив. И дал нам вот эту всю историю. Ну, это, кстати, у них там в те времена... Знаешь, как-то был такой отличный сериал. Когда Спилберг с Томом Хэнксом засняли, спасая рядового Райана... На волне успеха они немедленно засняли такой Brothers in Arms. Братья по оружию. Десятисерийный фильм. Очень хороший сериал. Очень. Там про гвардейцев-десантников. Американских. И каждая серия начинается с того, что там дедушки такие. Дедушки сидят. Рассказывают. Это я оттуда, кстати, притырил. Что они на черном фоне сидят. Такие дедушки. И рассказывают. Как призывали. Как служил туда-сюда. Кусочек в начале. Потом, собственно, серия. И в конце опять дедушки что-нибудь скажут. А в десятой серии начинают говорить, что вот этот дедушка это роль. Вот этот играет. То есть, дедушки настоящее в кино живое. Очень сильный момент. Но. Это я к чему. Когда дедушек спрашивали. А ты как вообще? Служить-то хотел? Конечно, хотел. Все хотели служить. У нас двоих не взяли в нашем городе. Так они повесились. Я аж галстук ослабил. Вот ты ж не подумаешь-то. Оказывается, вот так. Бывало тоже. Но это про белых только. Черных там не было. Что там с черными было, мы не знаем. Но, во всяком случае, остался жив. И слава богу. А в Чикаго, собственно говоря, понеслось. Там жил его приятель Адди Бойт. Замечательный музыкант. Который записывался с группой Fleetwood Mac. Потом впоследствии... У меня есть пластинчик. Я принесу потом. Когда буду про британский блюз говорить. И много его друзей по блюзу еще из Кларксдейла туда перебрались. Кстати говоря, в Кларксдейле он не то чтобы познакомился. Но он ноздря в ноздрю шел с Робертом Джонсоном. Великим музыкантом. Который вдруг, как говорят, продал душу дьяволу. О чем мы и говорили. И все про это знали. А почему так случилось? На самом деле, так можно сказать про многих очень музыкантов. Потому, что был какой-то такой момент, когда Джонсон играл на гитаре как все. Так себе бренчал. А потом вдруг в какой-то момент стал играть так, что все с ума начали сходить. То же самое... Много про кого можно сказать. Можно сказать про Цоя то же самое. Потому, что первые четыре песни Цоя были ужасающие. Вообще, когда мы с ним ездили в Москву. В компанию Андрея Панова. Свина. И Свин в какой-то момент изрядно выпил Андрюша. Не смог продолжать концерт. Вышел Цоя, спел три песни. И они были чудовищные. А буквально через месяц он написал. Мои друзья идут по жизни маршем. И практически весь альбом 45. И чего все сошли с ума. Сказали. Как вот этот парень. Вдруг он же ничего не мог. Ничего не умел. И вдруг он бац и такие написал прекрасные песни. Переход из количества в качество. Да. Что-то раз и все. И та же история была с Робертом Джонсоном. Который бренчал, бренчал, бренчал. А потом вдруг пришел какой-то кабак. И начал играть так, что все опухли совершенно. И Мадди Уотерс... Дело нечисто. Да. Сказал. Ну, наверное, дело нечисто. Наверное, что-то там случилось. А это просто у него его прорвало как-то. И нашел свой звук. И стал играть. Вот. А Мадди Уотерс с ним не был знаком. Хотя они встречались много раз. И Мадди Уотерс его слушал. Но он был настолько поражен игрой Джонсона. Что даже уходил с концертов. Ну, с этих самых... Невыносимо. Не то чтобы с концертов. А выступления в баре. Да. Что он просто уходил. Говорил, я не могу это слушать. Потому, что я чувствую свое ничтожество. Расстраиваюсь. Я лучше... Как будто этого нет. Хочу повесить коньки на гвоздь. Сделаю вид, как будто этого я не слышал. Я сам играю неплохо. А этого я не слышал. Вот. Ну, да. И в Чикаго он стал играть, играть, играть по клубам. Пришлось ему купить костюмчик. Естественно. А парень он был такой коммерчески ориентированный. В хорошем смысле. И все время пытался заработать. И зарабатывал, надо сказать. И в клубах неплохо зарабатывал. И работал на работе все время. Как и большинство, собственно, музыкантов. После этой упаковочной фабрики он работал в радио какое-то производство. Какие-то там приемники паял. Потом на грузовике развозил там чего-то. И говорил, что это была самая прекрасная работа в его жизни. Потому, что он знал маршрут. Один и тот же каждый день. На мой взгляд, это для... Отолбался. И ехал. И кайфовал. Для личности это крайне важно. Попробовать себя в самых разных областях. Да. Сутистя представляешь. Вы мне льстите, Дмитрий. Потому, что... Я в чем только, в каких только областях не работал. У меня трудовая книжка такая, что там... Да ты летун, да? Летун, да. Ты летун. Летун. Вот. И с Эдди Бойдом в конце концов образовалась у них группа. Более-менее постоянный такой состав крепкий. И они начали играть. Эдди Бойд. Джимми Роджерс. Замечательный гитарист. Который массу пластинок не выпускал потом. Джимми Роджерс. Олл Старс. Даже есть такая формация. Литл Уолтер. Про которого где-то я говорил. Молодой парень. Хулиганистый. Абсолютно... Которого Джимми Роджерс услышал на улице. Играющим. Совершенно обалдел от техники. От приемов игры на губной гармошке. Которые, кстати... Которые издавал этот маленький Литл Уолтер. Юный. А есть друганы, которые умеют на гармошке? Надо заманить. Таких виртуозов нет. Кстати говоря. У нас не сильно разные. Много кто играет. Виртуозов. Уровня черных музыкантов чикагских. Таких у меня знакомых нет. К сожалению. Много кто играет. И хорошо играет. Но так, чтобы... Ах! Таких знакомых нет у меня. Блю Смитти с ними играл. И... Собственно говоря, и Мадди. Да. Который в основном пел. Уже купил себе гитару. Осваивал эту гитару. Учил его Джимми Роджерс. Как следует играть. Потому, что Мадди играл не очень хорошо. И купил он себе тогда первый комбик. И звукосниматель. Потому, что акустическая гитара терялась в шуме кабаков. Где выступала эта замечательная группа. И потом Мадди говорил интересную штуку. Что когда он стал играть в электричестве уже. Используя звукосниматель и комбик. Пришлось ему немножко подтягивать технику. Потому, что... Уже сильно слышно стало. Уже слышно стало. Он говорил, что на акустической гитаре можно бренчать как угодно. Но все равно никто ничего не разберет. А на электричестве приходилось брать уроки уже у Джимми Роджерса. И как-то подтягивать. Задрачивать как следует. Тут уже не халявишь. Выступали они с замечательным гармошечником Харпером. Сони Боем Вильямсоном. Известный. Такого знаю. Пластинку, которую я приносил в прошлый раз с зонтиком в костюме. Сони Боем Вильямсон иногда сильно выпивал. И Мадди Ватерс выходил и пел вместо него. И публика его принимала очень хорошо. Даже лучше, чем Сони Боя. Ну, а потом пошли уже записи. Уже появился Леонард Чес. С фирмой не Чес Рекордс. А компания называлась Аристократ. У него лейбл. И сделал первые записи. Надо сказать, был не в восторге совершенно Леонард Чес от игры Мадди Ватерса. У него то ли было свободное время в студии. То ли что-то ему надо было. Скорее всего, кажется, ему нужно было какой-то объем музыки выпустить срочно. Потому, что конвейер шел. Там же как было. С утра записали пластинку. Днем напечатали. Вечером сингл уже крутится на местном радио. Или где-то в музыкальных автоматах. Ему нужно было добить объем. Который производственники просили. И он сделал запись Мадди Ватерса. Напечатано было три тысячи экземпляров сразу. Этой пластинки. Но, как-то, видимо, в общем объеме это все пошло. Надо было добивать. И, к удивлению всех, эти три тысячи были за несколько дней раскуплены. Тут же. Леонард допечатал еще тираж. И Мадди Ватерс стал локальной звездой. Поперло. Поперло, да. Поперло дело. И к тому времени он купил уже машину свою дешевую. Ну, в Америке купить машину, это не у нас купить машину. Это просто пошел и купил машину старенькую. Но все равно раньше не было. Тут есть шаг, так сказать. И там была такая история. Мадди Ватерс рассказывал потом. Говорит, я еду на машине по Чикаго. И вдруг с какого-то верхнего этажа дома слышу свой голос. И у меня было полное ощущение, что я умер. Я слышу. Вот оттуда я... Это же не сейчас, когда музыка звучит отовсюду. Это все-таки сороковые годы. Америка. Еще не было такого обилия звуковоспроизводящих и записывающих устройств. Говорит, я еду на машине, и вдруг сверху мой голос. Это что? Я умер, что ли, или нет? Но, тем не менее, это все прошло. Группа собралась. Совершенно блестящая. В виде Мадди Ватерса, Отиса Спэна. Изумительного клавишника совершенно. Про которого отдельно тоже мы когда-нибудь поговорим. Легендарная личность, Отис Спэн. Джеймс Коттон на гармошке. Фрэнсис Клей. Барабаны Мадди Ватерс. И официально в дискографии первая пластинка Мадди Ватерса. Это фестиваль в Ньюпорте 1960 года. Джазовый фестиваль в Ньюпорт, да? Да. И на этом джазовом фестивале Мадди Ватерс с электрической... Кстати, эта обложка не оригинальная. А на оригинальной обложке Мадди Ватерс стоит на фоне голубого неба. С акустической гитарой Джона Лихукера. И обложка не вызывает никакого желания брать пластинку и слушать ее. Потому, что какая-то акустическая ля-ля-ля. На самом деле все выглядело именно так. То есть, это был Фендер Телекайстер. Опять прекрасен. Опять костюм, шляпа. Все как надо. Приличный гражданин. И вот в дискографии официально первая его пластинка. Большая. Хотя до этого записаны тонны были музыки уже. Тонны в Чикаго. Которые как раз в виде синглов на сборниках. На таком сборнике. На других сборниках. На пятых-десятых. То есть, вот эти синглы. Они, конечно, чрезвычайно интересны. А вот такой номерной альбом. I'm your Gucci Gucci Mane. Потом ее переигрывали. Раз. Кто ее только не переигрывал. Tiger in your tank. Это у них был такой. По всей видимости, сразу мне на ум приходит. У них был бензин марки Tiger. Тайгер. Рекламный слоган был. Put the tiger in your tank. То есть, посадить тигра в свой бензобак. Смешно. Такой взрослый дяденька. И они дали для 60-го года такое... Не скажу, что хард-рок. Но такое зверское звучание электрическое. Что джазовый фестиваль в Ньюпорте был... Аудитория этого фестиваля была ошеломлена. Потому, что было очень громко. Очень жестко. Очень грязно. И свистяще на гитаре со слайдом Матти Уотерса. Который очень хорошо овладел этой техникой слайда. Что было в новинку достаточно. Потому, что это чисто черная техника была. Так не играл никто. Это черные музыканты оборачивали ниточкой смоченной в бензине горлышко бутылки. Потом поджигали. Горлышко отламывалось. Надевали на палец. Начинали ездить. Так было проще играть. На самом деле. Потому, что гитара настраивалась в соль мажоре. Как играл Матти Уотерс. И, в общем, особо там... Перебирать-то не надо. Перебирать-то особо не надо. Горлышко сразу все поперек держит. И вот так вот. Хотя он и пальцами хорошо играл. И слайдом хорошо играл. Но, тем не менее, это было в новинку. Вот этот звук сирены такой. И все. И поперло. И поперло. И поперло. Несколько пластинок вышло. После этого вышли, кстати, пластинки Real Folk Blues. Куда входили песни. Те, которые были записаны на синглах и ранее в других обработках уже. Ну, вот эти старые такие песни именно фолкового звучания. Но время шло. И музыкальный рынок менялся. Пошла психоделическая музыка. С западного побережья. И Леонарду Чессу тоже нужно было как деньги зарабатывать. Он понял, что вот этот Folk Blues Мадди Уотерса... Он не очень-то сильно как-то покупается. Это сейчас уже стало все. Стали люди носиться, покупать эти пластинки. И искать их там всюду. И платить за них деньги. А тогда, ну, так. Ну, что-то там черный принчит свое. И Леонард Чесс решил... Пойти в тренде. Записать тяжелый психоделический рок. И сделала у них пластинку такую, которая называется Электрик мат. Посмотри на нее. Электрическая грязь. Да. Мадди... Кто не в курсе? Это грязненький. Это грязненький. Это грязненький. Это грязь. Вот покажи. Это, конечно, видок еще тот. В тапках. Тут расслабился уже, я вижу. Тут уже не надо костюма. Не надо шляпы и блестящих ботинок. Тут уже в тренде психоделической американской музыки 68-го года. Все как надо. Опять хучи-кучи мэн. Да. Здесь несколько старых песен других. Но до неузнаваемости совершенно. До неузнаваемости все они переработаны. 254 секунды. Длительный. Это такой тяжеляк, которого в 68-м году не играл никто. Наверное, вообще. Даже Хендрикс. Это, конечно, закос под Хендрикса в определенном смысле. Но тяжеляк такое болото. Такое Миссисипи. Вот эти испарения. Желтые, зеленые, гигантские рыбы и звери. Настолько это мрачно. Настолько тяжело и жутко. Вообще эта пластинка жуткая совершенно. И, как всегда, критики сказали, что это полное говно вообще. Что это не Блюз. Блюз здесь рядом не лежал. И Мадди Уотерс пошел... Скатился. Скатился до этой моды белой. И никому это не нужно. Мы ценим ваш фолк-блюз. Вот этот аутентичный. А вы тут начали играть какую-то хрень. Но при этом пластинка стала дико популярной. И до сих пор часть блюзманов считает ее полным говном. Потому, что Хендрикс круче играет все равно. Кстати говоря, Мадди Уотерс здесь на гитаре не играет вообще. Он здесь только поет страшным голосом своим. Играет группа под названием Электрик Мат. Которая потом выпустила еще одну пластинку. Уже без Мадди Уотерса. Тоже Электрик Мат вторая. Но она послабее. Вот эта пластинка вообще ломовая. Но тысячи людей. Я знаю просто не лично эти тысячи. Но я знаю, что тысячи людей, десятки тысяч обожают этот альбом. И я в том числе. Потому, что это такой рок. Совершенно неожиданный от Мадди Уотерса. Такой просто. Я очень советую. Ищите Электрик Мат. Слушайте. Это зверство. Если хотите зверство настоящего. То это зверство. Зверство и есть. 1968 год. Но критики критиками. Все-таки Чесс продолжал свои эксперименты. И не следующая пластинка. Там еще был ряд записей. Несколько концертных альбомов. Но очередной эксперимент Леонарда Чесса. Это пластинка Мадди Уотерса и Фадерс энд Санс. Отцы и дети. Да. Господь-то черный. Господь-то черный, да. Это 1969 год. И это хороший эксперимент. Очень удачный, надо сказать. Потому, что посмотри на состав музыкантов, которые здесь играют. Это симбиоз черного аутентичного настоящего блюза с белыми музыкантами, которые играют блюз-рок. Которые были дико популярны в то время. В частности, там Пол Баттерфилд на гармошке играет. Майкл Блумфилд на гитаре. Это звезды белого блюза тех времен. И они вместе сделали удивительно кайфовый альбом. Вот этот Фадерс энд Санс. Он интересен еще и тем, что он двойник. Первая пластинка студийная, вторая концертная. И они здесь показывают все свое мастерство, на которое они способны. И Блумфилд, и Баттерфилд, и Отец Спэн там, по-моему. Если я не ошибаюсь... Нет, я не нашел. Где личный состав? Нет. Вот, наверное, Отец Спэн на клавишах играет. Мадди Уотерс, Отец Спэн. Блумфилд и Баттерфилд. Я их как название песен разгляду. Редкий случай, когда себя так обозначить. А название песен гораздо скромнее. Дональд Дагдан, который известен всем по фильму Блюз Брадос, я уверен. И Бадди Майлс на концерте здесь играет барабанщик. Замечательный черный барабанщик. Такой фанковый. И тут, конечно, уже такой рок-рок-рок-перерок. При этом блюз. И как эксперимент Леонардо Чесса, это попадание в десятку. Надо сказать. Чесс. Шахматов, по-нашему. Ну, шахматов, да. Пшеки-шахматы. Пшеки-шахматы. Вот. Однако, не так все было просто с белыми музыкантами. Потому, что контракты свои группы. И у Пола Баттерфилда своя группа была. Пол Баттерфилд Блюз Бэнд. И Блумфилд занимался своими делами. И следующая пластинка. Тоже под руководством Леонардо Чесса. After the Rain. Это как продолжение Электрик Мат. Такой же психоделический, тяжелый, гитарный, перегруженный, с фидбэком, со страшным а-ля Хендрикс Блюз. Только она намного удачнее, чем Электрик Мат. Она как-то более структурирована. Она более очеловечена. Блюз с человеческим лицом. И мне кажется, она даже лучше, чем Электрик Мат. Потому, что Электрик Мат уж слишком в сторону зверства. Меньше музыки, больше зверства. А здесь меньше зверства, больше музыки. При этом вся злоба, вся грязь, весь этот чудовищный вой, рев гитарный здесь остался. Но он совершенно не мешает тому, что происходит в музыке. Очень хорошая история. Дальше идем. «Can get no grinding» пластинка. «Мадди Уотерс» Это у нас уже 1973 год. Мы перескочили через еще ряд концертных альбомов Уотерса. Которые, надо сказать, похожи один на другой. Если ты любишь Уотерса, любой концертный альбом его берешь, слушаешь, там все будет хорошо. Но я бы не сказал, что они так сильно друг от друга отличаются. На самом деле. Здесь уже возвращение к классическому звучанию. Здесь убрана вся эта грязь, все психоделические эксперименты. Убран Хендрикс весь отсюда. И остался «Мадди Уотерс», но в электрическом плотном составе. То есть, если кто-то хочет знакомиться с музыкой «Мадди Уотерса», как «Мадди Уотерса», что же это такое вообще? Можно начинать с «Can get no grinding». Потому, что здесь нет этих малопонятных для нас белых людей. Это потом уже приходит интерес к акустическому блюзу. Это потом уже. А так, чтобы с наскоку... Ну, конечно, что там за «Мадди Уотерс»? Ну, лучше с этого. Потому, что здесь и электричество, здесь и все. Но электричество не такое. Не Blackmore все-таки. А тот самый аутентизм. Аутентичность та самая. То есть, что-то не так играется. Наверное, послушаю дальше какие-нибудь другие пластиночки. И полный вперед. Потом интересная очень... Тоже в другой обложке. Оригинальная обложка черная. Очень красивая. А у меня такого издания не было. Вудсток-альбом. Да. Ну, это не концерт Вудстоки никакой. Чтобы не путать. Так сказать. Никого не путать. Это запись, сделанная в Вудстоке. В студии группы The Band. Которая в Вудстоке, собственно говоря, и сидела. И там у них находилась студия. The Band, чтобы не сказать лишнего. На мой взгляд, это одна из лучших групп мира. И не только я так считаю. А многие люди так считают. Но это чисто американская музыка. Ты слышал? Не слышал The Band? Ну, я потом принесу пластинки. Поговорим про The Band. Многие знают группы The Band в той связи, что Борис Гребенщиков с ними записал альбом. В свое время. Но у них совершенно свое звучание. Не похоже ни на кого вообще. Чудесная и очень странная многоголосья. Не такое красивое, как Фредди Меркури. Там чисто. А у них такие мужские голоса жесткие. Скрипящие. Такие звенящие, скрипящие. Ехидные. Ну, кайфовые невероятные. То есть, там голосовые раскладки у них. Подпевки. Игра на инструментах виртуознейшая. Фантастическая. Совершенно. При этом без, как бы сказать, без выдрючивания. Выпендрежа. Без выпендрежа. Совершенно верно. Вся работа не на демонстрацию своего мастерства, а на музыку, на песню. И так все круто просто сделано. Лаконичное очень звучание. Сухое. Лаконичное. Конкретное. Все слышно всегда. Все. Каждая нотка читается. И здесь, собственно говоря, и играют. Они здесь играют. Где они? Левенхелм. Основатель группы The Band. Барабанщик. И еще один человек из The Band. Говард Джонсон. Левенхелм. Фред Картер. Да. Бас-гитара. Боб Марголин. Гитарист, который потом будет работать с Моди Уотерсом еще много-много-много-много. Но вот чтобы познакомиться с группой The Band, можно послушать этот альбом Моди Уотерса, потому что он звучит в точности как группа The Band. То есть Левенхелм, который устроил всю эту запись, он так аранжировал, так спродюсировал эту штуку, что звучит это как The Band. Только поет Моди Уотерса, играет на гитаре. Почему? По непонятной причине. Деревянная плашечка. Вудсток приветствует Моди Уотерса. И ключ от ворот. Но это не концертник. Это в студии The Band записан альбом. А к чему Вудсток? Потому что в Вудстоке... Какой-то смысл? В Вудстоке... Ну, к фестивалю прилеплено, нет? Нет, это в Вудстоке. Просто Вудстоке. В Вудстоке. Городок. В Вудстоке. Случайно затесалась вот здесь пластинка группы Humble Pie. Английская у меня. Неожиданно. Которые исполняют песню Моди Уотерса Rolling Stone. Между делом просто я ее взял на всякий случай. Humble Pie. Да. Rockin' on Fillmore. Это стадион. Это стадион, да. На всякий случай. Это супергруппа английская. Случай просто я взял на всякий случай, чтобы показать вот эту пластинку с исполнением Rolling Stone Моди Уотерса. Которая длится, сколько там, по-моему, 16 минут или 18. На всю сторону. 16-10. 16-10. Да. На всю сторону исполнения Rolling Stone. И не просто так эта пластинка здесь. А в то связи, что, во-первых, это блестящая белая версия черной песни черного Моди Уотерса Rolling Stone, которую стоит обязательно послушать. А во-вторых, эта пластинка является записью одного из лучших концертов гитарного рока 70-х годов. Если говорить о концертных записях 70-х, то в пятерке, наверное, этот альбом. Это невероятный концерт совершенно. В пять лучших альбомов концертных 70-х годов я бы поставил... Не задумываясь. Не задумываясь. Да. Все мимо меня прошло. Я, как обычно, только название знаю. Мэриотт и Фрэмптон здесь. Мэриотт с безумным голосом своим прекрасным вокалом совершенно. И гитарой. И Питер Фрэмптон с гитарой вдвоем здесь запиливают так и зарубают, что мама дорогая. Это у него фамилия? Хамбл. Я правильно понял, да? Нет. Хамбл Пай. Тут какие-то объявления. Майклс. Хамбл. Недорогой пирог. Бедный. Очень хорошая группа. И я принесу пластинки этого самого Хамбл Пая. Безумно люблю эту группу. И она, в общем, наравне с Led Zeppelin где-то так шла. Ничего себе. В Англии в то время. Была страшно популярная. Но они звучат здесь не хуже, надо сказать. Именно на концертном альбоме. Студийные у них немножко поприжаты все-таки. Хотя играют очень много. Играют очень много. Песни длинные, расширенные полотна. Мэриот поет. Все, как мы любим. Мэрион поет адским своим высоким голосом. Не хуже Планта. Я бы сказал. Другой тембр у него. Другие мелодии. Он не так импровизирует. Была такая группа Small Faces в свое время. Где Мэриот лидировал. Потом эта группа перестала существовать. Стала называться Faces. Когда Мэриот ушел. И пришел. Вместо него Род Стюарт туда. Faces. И вот в параллель они пошли. Как бы Humble Pie и Faces. Тяжелый гитарный рок. Такой ориентированный на буги. Сочный. Очень яркий. Сочный. Кайфовый. Но. Мадди Уотерс продолжал творить. И встретился с замечательным музыкантом. Которого звали Джонни Винтер. Техасский блюзмен. Виртуоз. Невероятный совершенно. Прогрессив блюз эксперимент. Да. Это то ли первая. То ли вторая его пластинка. Потому, что за один год он записал два альбома. Один из них называется просто Джонни Винтер. Второй называется прогрессив блюз эксперимент. Это те, кто любит гитарный виртуозный блюз. Те, кто любит Стивера и Воина. Например. Как пример. Если они послушают. Никогда не слышали Джонни Винтера. Они влюбятся сразу и безоговорочно. И без вариантов вообще. Видимо, страшно силен. Это такая невероятная гитарная техника. И такое погружение в блюз. Парень. Перед записью был Джонни Винтер и его гитара. А по ходу сессии Джонни превратился в гитару. Там стал гитарой. Круто. Он настолько врубается в корневой блюз черный. И настолько играет его по белому. По черному и по белому. И так доходчиво для белой аудитории. Что это просто невероятно. Это музыкант экстра-класса. Космического просто масштаба. А куда потом делся? Помер. Черт. Он помер в 2000-х уже. Я не помню в каком именно году. В 14-ом, по-моему, году. Если мне память не изменяет. Я был на его концерте. Мне повезло. Случайно. В Нью-Йорке. В клубе под названием BB King. На 42-ой улице. Этого клуба сейчас не существует уже. К сожалению. Мой друг Саша Цалихин. Проживающий в Нью-Йорке. Сделал мне подарок. В виде билета на концерт Джонни Винтера. Мы с ним сходили туда. Это, конечно, было потрясение. Не разочаровал? До сих пор я потрясен. Джонни Винтер уже себя не очень хорошо чувствовал. Он был достаточно уже старенький. Плохо передвигался. Ему поставили стульчик на сцене. Он вышел. Сел на стульчик. Сначала без гитары. Потом вышла его дочка с гитарой. Дала ему гитару. И из группы он зарубил с такой страшной громкостью. С такой страшной скоростью. И дед воспрял. С такой скоростью. И так громко, что просто прижало всех. Это сидячий клуб такой со столиками. И там вжало просто в кресло всех. Ничего себе дед дает. Не подвел. Ну, вот. Кому интересно. Second Winter. Это вторая пластиночка его 1969 года. Вот это он? Или вот это? Вот это он. Первый. Это брат его там сидит. Эдгар. Это более на буги. Такая ориентированная пластинка. Если прогрессив блюз эксперимент. Он действительно прогрессив блюз эксперимент. Это более ориентированная на буги. Вот этот концерт. Смело можно слушать, да? Этот концерт. Это просто разгул электрической гитары. Мы с Сашей Ляпиным эту пластинку слушали вместе. Сидя на радио. Я ее поставил. Целиком прокрутил. И восхищались. И фразировкой. И скоростью. Техникой. И звукоизвлечением. То есть, тут наиграно. Наиграно. Переиграно. Все, как мы любим. Талант и виртуоз. Все, как мы любим. Талант и виртуоз, да. White Hot and Blue. Это ближе к такому лаконичному блюзу. Тоже очень электрический, естественно. Все в электричестве. Но лаконично и чистенько. Гитар Слингер. Номинировался он на грэмби с этим альбомом. А что за хитрая гитара такая? Ну, это такая струбцина. Вместо колков зажимается. Закручивается. Мертво струны зажимаются. Регулируется такими винтиками. Я не в теме. Ну, гитар. Или как он там? Гитар. Правильно. Гитар. Гитар Слингер. Ган Слингер. Тот, кто лавка выхватывает. Лавка наяривает. Third degree. У меня далеко не все пластинки Винтера. Их много. Плодовитые. Их очень много. Блюз коллекшн номер восемь. Здесь одна треть, наверное, пластинок Винтера у меня. То есть, надо внимательно присмотреться. И вот let me in. Это... Трудно сказать, что это вершина Джонни Винтера. Но одна из точно. Вот если иметь такое количество пластинок Джонни Винтера, то это будет вершина. Это можно сразу сказать. 91-й год. Это уже запредельная какая-то гитарная техника. Совершенно за гранью. Блюзовая. Это только для блюзманов. Only. Only for bluesmans. Но это за гранью. Это уже совершенно улеты. Улеты-полеты. Ну, а это такая реперспектива. Классические... Классические номера Винтера. Корни. Да. Откуда есть пошло. Откуда есть пошло все. Совершенно верно. Тибун Шафл. Все вот эти вот штуки. Герт Маймоджу Бокен. Будем слушать. Тут уже старенький. Тут старенький, да. Старенький. Так вот. И Джонни Винтер встретился с Мадди Уотерсом. И решил заняться этим парнем пожилым. Привести в чувство. Да. Результатом чего стали три пластинки замечательных. Даже четыре с концертом. Вот этот концерт тоже вместе с Джонни Винтером. Слушай, такая у него физиономия вообще непримечательная. Абсолютно ничем. Он был очень большим дамским любимцем. Что странно. Возможно другим брал. Что странно. Да. Может быть другим брал. Но все его считали красавцем. Почему? Удивительно. Дамы сходили с ума по нему. Ну, не такой, как все. Это важно. Опять пиджак, рубашка. Не изменяет имиджу. Не изменяет. Молодец. Вот. Три пластиночки, которые продюсировал Джонни Винтер. Он же здесь и играет вместе с Мадди Уотерсом. И вот это, наверное, самые доходчивые. Без потери качества. Без потери блюза. Без потери энергии. Но Винтер сделал их самыми такими для белой аудитории. Самыми понятными, наверное. Поэтому, если отбросить Кенгетно Гринден, про который я говорил, то знакомство с Мадди Уотерсом можно начинать с этих. Прямо отсюда. I'm ready. Hard again. И вот эта штука. Ну, добродушный. Видно, что человек хороший. Какой-то. Говорят, хороший. Бухал. Наркотики. Хороший. Про наркотики не знаю. Ничего. Бухать бухал. Как и все. Про наркотики ничего не знаю. Джонни Винтер по наркотикам был куда более специалистом. Продвинутый. Пользователь. Харли Гейн. Это он. Это он, соответственно. Да. Патлатый, белый образец. Винтер здесь себя не фотографирует. Видишь? Он такой. Он как продюсер. Он отдает дань уважения все-таки Уотерсу. И надо сказать, Винтер здесь не показывает свою технику вообще. Хотя он играет на гитаре. Он вообще здесь не... Он играет 3-4 ноты. И все. Достаточно. Он понимает, что где можно, где не можно. На своих можно. С Мадди Уотерсом. Тут немножко про другое. Немножко другая музыка. Ну, и Биг Билл Брунзи. Я взял пластинку. Просто показать этого парня и обозначить его фамилию. Этот человек тоже учил в свое время играть на гитаре Мадди Уотерса. Относился к нему как к младшему товарищу. Это все из тех времен. Брунзи родился, по-моему, в 93-м году. 1800. И был звездой невероятной у себя. В кругах черных блюзманов. Биг Билл Брунзи. И его песни поют до сих пор. Играют вовсю. В частности, если вы слышали когда-нибудь Эрика Клептона. То песня Key to the highway. Это как раз Биг Билл Брунзи. И Брунзи сказал в свое время Мадди Уотерсу. Когда давал ему уроки игры на гитаре. Не зарубайся. Играй то, что умеешь. И делай это все время. И все будет хорошо. Не надо лезть туда, где чего ты не знаешь. Опытный. Вот то, что умеешь, то и играй. Играй это максимально убедительно. Опытный. Что у нас дальше? Биби Кинг. Так. Блин. Тоже дедушка? Тоже, так сказать, из самых корней. Не помню, когда он родился. Как у людей перед глазами все слушаете. Приборы, которые при тебе нарезают пластинки. Нормальные пластинки. Нормальные магнитофоны. Полная электрификация. Ну, конечно, наверное, не так, как у нас с интернетами. Интернет-то настолько чудовищно быстро наступил. И так все рухнуло, что вообще ничего не понятно. Да. Вообще ничего не понятно. И, на самом деле, так все усложнилось. Если честно. Так усложнилось. Потому, что документооборот весь. Вот я сейчас занимаюсь. Авторские права из Москвы получаю. Крайне непросто. Я вчера убил два часа на то, чтобы... Они мне пишут, что мы теперь отчеты не присылаем прикрепленными файлами к письму. Чтобы я открыл письмо, открыл файл, распечатал его, подписал и отправил почтой. Все равно надо распечатывать и отправлять. Все равно подпись нужна. Конечно. Живая. Они теперь все это оставят в личном кабинете. Мне присылают ссылку на личный кабинет. Им пароль не срабатывает. Ссылку перепутали. Ссылка другая. Я открою. Мне не открыть. Измените пароль. Пароль новый не приходит. Два часа я сидел в переписке с ними по мейлу. Сражался. Не открыть. Так не открыть. Открыл. Половины отчетов нет в личном кабинете. Там должно быть пять. Я вижу три. Двух не вижу. Опять все. Два часа я с этим сидел. Я подумал, что... Хорошо. Распечатали вы себя. Отправили мне заказным письмом. Отчеты. Я их получил, подписал, отправил назад. Все. Это ты знаешь... Оно же всегда диалектическое. Есть глупость типичная. Что недостатки сократятся и исчезнут. А достоинства сразу возрастут и появятся новые. Не понимая, что улучшение в одном ведет ухудшение в другом. Неизбежно. Ну, и... То есть, такого количества бумажек, вот как сейчас, я даже представить не мог. Это все непрерывно надо дублировать. Здесь электрическое. Тут настоящее. Здесь надо расписываться обязательно от руки. А тут можно фоксимильную поспись. Блин, что это такое? Зачем? Вообще не понимаю. Но куда деваться? Приходится. Слушай, не скучно? Не дидактично все? Нет. Лично мне не скучно. Тут единственный момент, понимаешь? Ну, по уму... Ты же на радио работал. Вот тезис выдвинул. Задвинул. Поставил пластиночку. Заслушали песню. Задвинул. Поставил пластиночку. Заслушали песню. Это правильнее. Но поскольку упомянутые тобой авторские права... Это ты знаешь, как Ютуб, когда только начался. И там все сразу принялись кромсать фильмы на кусочки. На каналах у себя выкладывать. А владельцы прав из голливудских контор долго сидели и ждали. А когда принялись публиковать размеры рекламных доходов Ютуба... Тут пацаны оживились. Ну, было бы неплохо долю засылать. Вот с таких-то доходов. Там виск, крик, елы-палы. Ну, это ж не мы. Это ж пользователи. Ну, приведи их в чувства. Ну, и вот в чувства привели в конечном итоге. Совсем недавно... Я-то это... Сильно компьютерными игрушками занят. Попробуй то. Там, понимаешь, есть эти... Ну, сам процесс игры. Так сказать. Где-то на игровом движке все двигается. А есть, так называемые кат-сцены. Это где? Отрендерены. Ну, как мультик. Вставки там смысловые. Ну, попробуй. Вставь что-нибудь в ролик. Там сразу тебе прилетит. Все. Забанят. Канал закроют. Потому, что... А самое страшное. Это музыка из игр. Это вообще звучать не должно категорически. Хотя в некоторых случаях, ты знаешь, там разумно. Что тебе сразу присылают. У тебя использовано вот это. И, значит, все деньги с твоего ролика пойдут... Ну, ACDC. Вот ACDC... Хотя за ACDC накажут гораздо страшнее. Ну, это ж нормально. Ну, вот ваша музыка. Вот ваши деньги. Пацаны. В чем дело-то? Она... Вот если сейчас мы полезем в Ютуб. Там же все лежит. Все есть. Ну, возможно, не самого там хай-класс качества. Но люди, которые слушают через телефоны... Абсолютно без разницы. Как-то вот неустаканено. Мне кажется, что они, наоборот, должны разрабатывать способы сбора денег. Ну, да. Что если вот здесь вот эта бесконечная масса пользует... Тут с каждого по копеечке один черт получится много. Маленькие ручейки сливаются в гигантскую лужу. А запреты, они какие-то неверные. Категорически неверные. Сам... Вот раньше же, опять-таки, пока не придумали всякие эти PayPal и прочее. Где я тебе копеечку, ты мне копеечку. Раньше-то невозможно было. Просто технически невозможно. Только три рубля в конверте. А киномеханик их там в кинопроектор сует. А трех разрывает и забирает. Часто все гораздо проще. Поэтому, на мой взгляд, следует двигаться в сторону... Денежные потоки перенаправлять. Это правильнее. Ну, что мы... Давай тогда закруглим. Ну, возможно, особо зоркие зрители заметили, что исчезла гигантская пачка дисков Биби Кинга. Мы не сможем сейчас уложиться в полчаса наших. Поэтому оставим Биби Кинга на следующий раз. Поэтому оставим Биби Кинга на следующий раз. Это логично будет. Опять-таки, это же все субъективно. Все наши ролики, все наши разговоры, они субъективны. И Биби Кинг, почему я его взял сегодня сюда, он является для меня второй стороной медали электрического блюза. Одна... Это Мадди Уотерс. Это такая блюзовая, корневая, жесткая, честная, откровенная... Чтобы не сказать, деревенская, народная какая-то такая история. А Биби Кинг гениальный совершенно блюзман. Многие говорят, везде там пишут, что это блюзман номер один. И вообще это отец блюза электрического. Отчасти, да. Конечно. Это фигура колоссальная. Просто это памятник блюзу, отлитый из золота. Биби Кинг. Но он совершенно играет другую музыку. Играет тот же самый блюз, но совершенно по-другому. Совершенно с другим настроением, с другим кайфом, который у него прет просто в каждой пластинке, в каждой песне, в каждом его гитарном соло. Ну, вообще не похоже на Мэдди Уотерса. Чудес. Вообще. Совершенно. Не то, что на Мэдди Уотерса, а на... И на всех остальных. И на всех остальных тоже, да. Хотя это тот же самый Мэнфис. Это те же самые края. Та же самая Дельта-Миссисипи. Тот же самый Хлопок. Тот же самый трактор, на котором работал Биби Кинг на Хлопковых полях. Когда еще не был Биби Кингом, а был... Нормальным трактористом. Нормальным черным трактористом. Совершенно правильно. Но мы в следующий раз, наверное, эту историю уже разовьем как-нибудь. И придем уже к белым нашим худосочным... А у нас книжки какие-нибудь есть? Российского издания. Ну, чтобы там зрителю присоветовать, что почитать, к чему обратить. Покажем что-нибудь, да? Отлично. Конечно. Есть что послушать. Есть что послушать. Есть на что посмотреть. Я каждый раз на неделю погружаюсь. После лекции. Спасибо, Алексей. Хорошо. Спасибо, Дима. Приходи еще. Спасибо. Всем привет. На сегодня все. Редактор субтитров А.Семкин... Продолжение следует...